Я вам хочу сказать, достаточно сложно постоянно изучать одну и ту же книгу. Потому что мы видим, что эта тема возвращается сама по себе раз за разом. Но мы решили, как община делать это. И вся тема откровения не настолько ясная. Но это часть Святых Писаний. И у нас есть очень ясная заповедь в Торе и в Новом Завете. Чтобы вы учили то, что написано в этой книге, потому что так вы можете наследовать вечную жизнь. Я надеюсь, что каждый дома также изучает Святые Писания. Возможно, не книгу Откровения, но другие места Святых Писаний. Есть люди, которые более глубоко могут и сильно изучать Святые Писания. Есть люди, которые меньше. Но я хочу вам напомнить выражение, которое написано в притчах Соломоновых. И Соломоновых сказал так. Что здесь есть исцеление. И в притчах написано. Больше всего хранимого хранить сердце твое. Потому что то, что ты запускаешь внутрь сердца, приносит результаты в твою жизнь. Поэтому, если вы в свое сердце запускаете сериалы без конца, потом ночью вы видите плоды этих сериалов. А если вы в свое сердце запускаете Вожье Слово, тогда вы получаете мир и укрепление для тела, так и так здесь написано. Как чтение этого слова может исцелить наше тело, я не знаю. Но там писано об этом несколько раз. И если я верю, что Бог дал нам эту книгу, тогда я верю в то, что там написано. И я принимаю это верой. Возвращаемся к откровению. Кто-то помнит, на какой главе мы остановились? Девять, кто больше. Мы закончили девять глав. И я хочу напомнить. Я хочу напомнить, к видению мы относимся как к видению. И есть в Танахе. В нескольких книгах, книги, которые чистые откровения. Иезекииль, Иеремия, Исаия. Там мы читаем также про исторические события. Но также есть там и видение. Иезекииль говорит, я видел, колесницы. Или я видел удары грома. Ну, не электричество же он видел. Написано электричество. Написано хашмаль. Что такое хашмаль, я не знаю. Или написано колеснице. Мерковод. Переведено как колеснице. Можно перевести как танки, и как что хотите. Те, которые углубляются в Святые Писания, особенно в пророческие книги, иногда очень сложно понять, о чем говорится. Потому что это формы и примеры. Но в этом мы тоже открываем наше сердце. И даем Господу и Святому Духу возможность нас впечатлить внутри. И иногда прикосновение к чему-то непонятному до конца возрастает в нас веру. И книга Откровения очень похожа на это. Но есть вещи, которые, да, мы можем изучить в книге Откровения. Различные принципы. Каким образом относиться от ми бахар Аллоим. Кого Бог избрал. И я думаю, что эта книга была дана нам для того, чтобы мы выросли в том, что называется страх Господень. Потому что также в притчах написано, что страх Господень это начало мудрости. Очень важно, чтобы мы были мудрыми. И чтобы мы посмотрели на то, что происходит вокруг нас. Иногда обычный человек становится подобен быку. Он просто идет и смотрит себе под ноги. И не смотрит, что происходит вокруг в мире. Некоторым людям этого достаточно. Но у нас есть призвание смотреть более широко. Потому что если мы не расширяем наши взгляды, как мы можем исполнить заповеданное нам молиться за народы и за царей, если мы ничего не понимаем. И также в книге Откровения есть еще одно послание которое достаточно ясное. Нотенет לנו хешек или хочет дать нам хешек. Для того, чтобы принести истину тем людям, которые не достают эту истину. И это очень похожее на то, что сказал Иешуа до того, как Он вознес на небеса, идейте и научите других людей быть моими учениками. Сейчас мы подходим к 10 главе. Я буду читать на русском и говорить на еврейском. И я молюсь, чтобы Ты, Господь, открыл наше сердце и наш дух для Твоего Слова. И когда я отдаю свое толкование, это не значит, что мое толкование это неприложная истина. Это то, как я был впечатлен этими словами. Но вы также будьте открыты для того, чтобы получить свое впечатление. 10 глава, я читаю первые шесть стихов. И увидел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке его была книга раскрытая. Вот там Сефер. Еще раз книга, опять говорится про книгу. Мы в библиотеке. на библиотеке. Все записано. Есть пророчество. Поэтому, если мы хотим что-то сделать тайно, забудьте об этом. Еще говорит то, что вы будете делать в секрете, в конце концов все раскроется. Поэтому лучше быть человеком открытым и не грешить. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать по сухарбам, но услышал голос, говорящий с неба, скрой, что говорили семь громов и не пиши. Постоянные тайные секреты. И так сложно понять еще здесь секреты. И ангел, который я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который свалил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени, уже не будет. я думаю, что мы здесь слышим какое-то предупреждение, вы будете готовы, вы получите что-то, что вам непонятно. И каким-то образом Иоанну запрещено записывать то, что он видел. Если вы когда-то читали Иезекиэле, Иеремию, Исаию, вы там видите, что это постоянно происходит. Возможно, какой-то очень ясный знак который дан был нам, но понять этот знак могут только люди, которые ищут Господа. Я приведу пример. Например, Исаия писал. Например, он бы писал. В Бетлехем и в таком-то году должен родиться мальчик у Мириам и Иосифа. Что-то очень ясное. И это указывало бы на Иешуа. Что любой человек, даже не совсем умный и образованный, мог бы открыть это место Писания и понять, вот Искупитель. Но пророк не получил руководства к такому действию. Есть только знаки, что-то похожее, какие-то намеки, но не совсем понятно. Почему это происходит? У нас постоянно есть призвание быть людьми в духовной форме хорошей. Это также экзамен является для нас. И Господь не хочет дать своим людям такое состояние, что они засыпают. В послании к Ефесе все нам написано не спите. Бодрствуйте. Постарайтесь понять. Но нам нужно попытаться увидеть эти непонятные вещи. Что-то необычное. О чем здесь написано? Четвертый стих, я хочу сказать. Возможно, это Красная Луна. Слышали в газетах писали про Красную Луну. Я думаю, что то, что написали была ерунда. Просто нужно было взять айфон свой, нажать на красный фильтр, и сфотографировать Луну, и она у тебя выйдет красного цвета. Но на другое стоит обратить внимание. Но эти вещи можно увидеть только издалека. С исторической точки зрения. Я приведу пример. Только 200 последних лет есть такой взрыв в образовании и в науке. 200 лет тому назад все было примерно такое же, какое было и 2000 лет, и 3000 лет назад. Но только 200 лет назад наука начала двигаться вперед с 7-мильными шагами. И что еще более впечатляет, что 20 последних лет научных открытий было намного больше, чем за все прошедшие годы. И поэтому, если мы развились настолько, что мы можем залезть человеку в мозг и полететь в космос, мы как человечество должны улучшиться. Произошло ли это? Я очень сомневаюсь. Те же проблемы, которые были написаны в Святых Писаниях, те же грехи, все то же самое. Но как знак мы можем сказать, это нечто необычное. Возможно, вы также можете про другие знаки подумать. Возможно, вы можете посмотреть и подумать, что это тоже странное явление. И все это должно в нас пробудить. Мы возвращаемся к тому же страх Господень. Седьмой стих. В те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, о которой он благовествовал рабам, своим пророкам. Пророки знали какую-то тайну. Тайна беззакония. Возможно, про тайну беззакония про которую написано в Новом Завете. Когда были высвобождены силы, которые могут принести много беззакония и зла на землю. Я точно не знаю. Я прочитаю с восьмого по одиннадцатый стих. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди возьми раскрытую книгу из руки ангела, стоявшего на море и на земле. Я пошел к ангелу, он дал мне книгу. Он сказал мне, возьми и съешь, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. Я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она была сладка, как мед. Когда же съел, то в чреве моем стало горько. И сказал он мне, тебе надлежит пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. А битуйка за нахну корейм би арбе, арбе макомод бакитвей кодеш. Это выражение мы читаем во многих местах Святых Писаний. Питом есть ту, это принцип такой, и стоит его выучить. Когда ты кому-то приносишь правду, ты чувствуешь радость. У кого было возможно принести кому-то правду? Ты чувствуешь себя хорошо, ты чем-то хорошим делишься с людьми. Но потом вдруг ты получаешь, на тебя начинают нападать. Это также могут быть и личные вещи. Возможно, я не достоин. или разные вещи начинают происходить. Со мной это постоянно происходит. Я чувствую помазание и силу, когда делюсь Божьим Словом. Но потом не всегда приятно внутри. Потому что в тот момент, когда ты чем-то делишься, зажигается такой сам суд. недалеко ашемот мебахуц или обвинители со стороны. Если вы помните, у нас несколько раз проповедовал Джон Карло, он говорит, я вдруг чувствую, как будто в меня стреляют из стрел, из луков. Похоже на это. Мы в 11-й главе. Интересная глава. Два первых стиха. И дана мне трость подобная жезлу, типа метра. Похоже на то, что мы меряем метр. И сказано, встань измерь храм Божий жертвенник и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дал язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца. Когда я читаю этот стих, на меня приходят приступы шизофрении. Я понимаю это таким образом и следующим. Первое, то, что мы учим, это когда второй храм был построен, был там двор для язычников. Кто помнит? Почему еще Соломону царю Господь свое время повелел построить двор для язычников? Кто-то может сказать почему? Чтобы язычники также могли приблизиться к Богу. мы учим из Святых Писаний что все обещания были даны Израилю, но также милостью Господь дал возможность язычникам тоже приблизиться к ним. мы можем истолковать это слово что вот приходит время что Господь забирает у язычников возможность приблизиться к Господу. Теперь отсюда возникает другой вопрос. кто эти язычники? Язычники боятся. Мы мем отмах живот лом амин ло идхабер лям истол отмах живот мысли другие окей бонах шоу давайте подумаем Израилю была дана власть принести послание о Боге всем народам и не всегда Бог говорил обращать эти народы в иудаизм. Кто здесь написан идолопоклонники? Тот кто не поклоняется к Господу. Сегодня миллиарды людей в мире поклоняются Богу Израиля но они не любят Израиль но они верят в нашего Бога и верят в Иешуа так они идолопоклонники? Нет еще приведу пример есть примерно миллиард мусульман есть люди которые со мной не согласятся и есть люди которые совсем среди них очень плохие но весь ислам особенно его основы они устроены на нашем Танахе и много раз когда говорят про Аллаха они говорят про Бога которого сотворил небеса и землю они примерно смотрят в одном направлении возможно не все согласятся но у меня есть такая мысль так кто тогда идолопоклонники те которые атеисты или те которые отвергают всякую истину о Боге возможно не знаю но я хочу принести вам еще мысль эта мысль меня наводит на то что числа когда были написаны написаны эта книга они немного другие возможно мы все слышали что откровение Иоанна было написано примерно в 90 году нашей эры а храм храм был разрушен в 70 году то есть эта книга была написана 20 лет после разрушения второго храма так так верят большинство христян но возможно нет 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 там никакого человека который стоял с видеокамерой и снимал и там высветилось число и делать ошибку в 20-30 лет это проще простого и я думаю что эта книга была написана до разрушения второго храма и тогда все становится ясным вот язычники вне и нет такого огромного количества людей которые пришли к пониманию о Боге Израиля и здесь говорят про все эти проблемы которые случатся с народом Израиля и про отделение язычников если мы согласимся с этим взглядом тогда мы говорим скорее всего книга Откровения написана вся в то время которое после храма была а сейчас мы можем использовать только принципы но я сказал вам пророчество это и пророчество очень сложно его понять сложно его истолковать я продолжаю читать третий стих и дам двум свидетелям моим и они будут пророчества 1260 дней будучи обречены во вретище вретище это одежда когда одежда покаяния это суть две маслины и два светильника стоящие перед Богом земли если кто захочет их обидеть они я читаю с третьего до конца шестого если кто захочет их обидеть то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их если кто захочет их обидеть тому надлежит быть убиту они имеют власть затворить небо чтобы не шел дождь на землю во дни пророчества их имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой какой только захотят можно сказать что с исторической точки зрения после того как Ешуа вознется на небеса и можно найти это и в еврейских и в христианских источниках были люди которые призывали в Израиль покаяться и не только Израиль в разных истолкованиях и рассказах об Израиле есть много таких пар разные люди которые ходили парами есть много примеров или разные рассказы которые один противоречит другому и все примеры говорят об одном и том же покайтесь или разрушится храм но здесь мы видим также рассказ который похож на то что произошло с пророком Захарии Захария пишет и про две маслины и про суд и здесь мы также читаем про власть закрыть небо и землю у кого была такая власть в святых писаниях у пророка Илии у него была такая власть он помолился и три года не было дождя я так верю что не было сфокусировано это на земле Израиля что дождь был в стране не было дождя в стране Израиля это было именно в Израиле но в других местах были дожди чему мы учимся из этого возможно что это пророчество оно достаточно местное но возможно что и нет это пророчество если я бы себя очень плохо чувствовал если бы сказал так нужно понимать потому что это дает мне такую власть как будто я понял точно что здесь я слышу там и здесь от людей что так говорят про меня про себя про себя говорят так я говорил вам один раз поехал в Америку включил там радио ехал в машине и была программа в откровении и этот парень сказал почти что точные даты когда все произойдет и естественно это ерунда мы это слышали уже много раз я живу в Израиле больше 25 лет и вот в 2000 году были разные рассказы что сейчас все произойдет и в 2012 было то же самое 7, 8, 9 стих и когда кончат они свидетельство свое зверь выходящий из бездны сразиться с ними победит их и убьет их и трупы их выставить на улице великого города который духовно называется Содом и Египет где и Господь наш распят здесь балаган Содом и Египет это место где распят Египет вообще-то это Иерусалим так теперь Иерусалим называют Содомом и Египтом возможно Иерусалим стал Содомом потому что там есть разные парады гордости и Египтом потому что там люди постоянно в войне живут и многие из народов колено языков и племен будут смотреть на трупы и их три с половиной дня не позволят положить трупы в их гроб Два человека были на улице Эта книга была написана 2000 лет назад но вот пророчество про телевидение и интернет что два человека два трупа и все народы их увидят подумайте как по-другому кто-то фотографирует с моим сфарсбуком и все на фейсбуке ставят лайк стихи 11-13 и живущие на земле будут радоваться всему и веселиться и пошлют дары друг другу потому что два пророка сии мучили живущих на земле но после трех с половиной дней вошел в этих двух мертвых людей дух жизни от Бога они стали на ноги свои великий страх напал на тех кто смотрел на них и услышали они с неба громкий голос говорящим взойдите они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их в тот же час произошло великое землетрясение десятая часть города пала это наверное про часть которая туда ближе к Ромале и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному по Сукарбайсре вот второе горе прошло идет за ним третье и вот Ахшав сейчас мне очень трудно Ахшав за якальки до сих пор было легко потому что я сказал я не понимаю Ахшав мехамечес отцов чай а с 15 по 19 послушайте можно каким образом понимать это буквально или в общем и седьмой ангел вострубил и раздались на небе громкие голоса говорящие царство мира соделало с царством Господа нашего и Машеха его и будет царствовать во веки веков 24 старца стоящие сидящие пред Богом на престолах пали на лица поклонились Богу говоря благодарим тебя Боже Господь Бог Вседержитель который был есть и будет что ты принял силу великую и воцарился и рассверепели язычники и пришел вне в твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым и боящимся имени твоего малым и великим и погубить губивших землю и отверзся храм Божий на небе и явился ковчег завета его в храме и произошли молнии громы и голоса и громы и землетрясения и великий град здесь написано вот приблизилось царство Господа и Машеха его пришло настало когда мы слышим слово настало оно значит уже здесь когда в Сирии пришло правительство исламского государства все поняли что оно пришло как они поняли они вдруг стали наказывать тех которые с ними не согласны те которые думали соглашаться или нет вдруг согласились и вот наступило правление исламского государства но здесь мы говорим про Господа его Машеха если бы говорилось про виртуальное царство можно было бы согласиться потому что царство Ишуа находится в наших сердцах кто с этим согласен то есть мы внутри своего сердца хотим приблизиться к Господу мы хотим измениться и мы видим что когда он воскрес и вознесся на небеса что-то во вселенной изменилось и мы должны согласиться с тем что есть улучшение в мире за последние 2000 лет вдруг есть права у женщин раньше не было извините женщины не было у вас на право и налево продавали женщин так это было но истина этой книги через силу Святого Духа только после того как Ишуа вознес на небеса вдруг начала изменять народы вдруг начали говорить про мораль даже есть очень много грехов против морали но всегда они были но вдруг стали говорить про еврейский порядок и это стало основой многих народов выходной не было выходного а Господь сказал народу Израиля шаббат те изменили на пятницу другие на воскресенье но стал выходной есть действительно вселенские изменения но если мы говорим про фактическую силу Господа мы этого не видим мы согласны с посланием Ефесянам что после того как Ешуа вознес на небеса он высел там выше всех сил и также написано в Мотфе 28 что Ешуа сказал мне дана всякая власть на небе и на земле но на самом деле фактически мы не видим этого во всяком месте но что мы здесь видим в 18 стихе расферепели язычники то есть внутри нескольких людей возрастает цар но есть другие люди которые наполняются гневом здесь говорится про войны противостояние ничего нового мы противостоим тем которые не верят в Бога и общей атмосфере воздухи Павел говорит в Ефесе что есть духовные власти у них есть какая-то власть в небе есть злые власти противостояния на древнем еврите противостоять это значит лисатэн от слова дьяв сатана и у нас мы противостоим этому но так мы возвращаемся опять и опять к христинию что царство Ишуа возможно мы его не видим но оно находится в наших сердцах и это то что меня воодушевляет 12 глава я сегодня не буду говорить про них потому что уже час 30 но мы изучили две главы это неплохо я хочу помолиться